Прошу тишины, тихо, тихо. Спасибо. Что ж, криптовалютные энтузиасты, прошу вас встать. Играет национальный гимн криптовалютных инвесторов мира. Почему 2018-й это лучший год биткоина? Ты же шутишь, да? Нет, не шучу. Я понимаю, что это видео может собрать тону дизлайков, ведь многие в этом году находятся во внушительном минусе. Рынок всех немного огорчил. Но одновременно с этим я расскажу вам о трех причинах, почему фундаментально биткоин имел чуть ли не самый лучший год в своей истории. На самом деле у биткоина каждый год был лучше предыдущего. Много времени я пытался вселять в людей оптимизм, рассказывал о хороших новостях и лишь краем глаза зацепился за фундаментальную сторону проблемы. Поэтому сегодня я не имею ничего, кроме желания выразить свою точку зрения по этому вопросу. Ведь в фундаментальном плане тоже было немало позитивных движений. Итак, три вещи, делающие этот год лучшим для биткоина. Первое. Хешрейт сети биткоин. Проще говоря, это поддержка стабильной работы биткоина майнерами. И эта поддержка растет. Гениальный технический анализ в виде одной линии это доказывает. Количество людей, что майнят в сети биткоина, быстро растет, даже несмотря на то, что доходы от майнинга падают. В этом я вижу растущую ценность биткоина, а не падающую стоимость онного. Для меня это достаточно позитивный момент. Просто представьте, что произойдет с хешрейтом, когда увеличится доходность. Именно поэтому люди, говорящие о смерти майнинга, в моих глазах выглядят не предвестниками серьезной актуальной угрозы, а ребятами, что стараются защитить мозги от мирового заговора с помощью шапочки из фольги. Вторая вещь. Разработка решений масштабируемости. На этом сайте можно посмотреть все транзакции в сети биткоина и отдельно транзакции, проводимые с помощью всем известного Segwit. Можно заметить, что количество транзакций, проводимых в Segwit, сейчас занимает 40% от всего количества транзакций в сети биткоина. Возвращаясь к этим графикам, имеем возможность изучить и график комиссионных за транзакции. Мы видим в конце 2017-го, начале 2018-го, что комиссия просто зашкаливала. Сейчас недостаточно понятно, произошло бы это, если бы хотя бы 40% этих транзакций на тот момент проводились через Segwit. Мне кажется, что нет. По крайней мере, я уверен, что в будущем комиссиям за транзакции будет очень сложно вырасти до таких же значений, учитывая развитие Segwit. Скорее всего, таких пиков мы больше никогда не увидим. Если же мы хотим еще более быстрые и дешевые транзакции, к нашим услугам разработка Lightning Network, у которого уже почти 4000 ноды на борту. Конечно же, все эти технологии все еще находятся на стадии развития, но даже сейчас для меня это уже очень позитивные сдвиги. И третья, последняя вещь, наверное, не столь очевидна, но это возвращение к основам биткоина, к его корням, к тому, ради чего он вообще был создан. Он не был задуман инвестиционным инструментом или ради хайпа или прочего. Правда, все это помогло биткоину стать узнаваемым, но тем не менее, сегодня биткоин можно использовать для торговли. Он коммерческий. Он способен выполнять транзакции. Разве не это он и должен был делать? Я помню, как даже в прошлом году, когда биткоин рос, существовало достаточно много негативных новостей. Сравнение с тюльпанами, доткомами, разговоры о том, как это глупо. А в этом году все изменилось. Конечно, негативные новости сегодня есть, но их риторика абсолютно другая. И я думаю, что это результат стабильности, которую биткоин демонстрирует в последнее время. Эта стабильность становится весомым аргументом в пользу использования биткоина для совершения транзакций, обходясь без посредников в виде централизованных учреждений типа банка. Это же круто. Учитывая все вышесказанное, я могу с уверенностью сказать, что сегодня биткоин как никогда раньше готов к новому бычьему забегу. И он будет еще более подготовлен в будущем. И когда этот бычий забег совершится, когда мы увидим новые, выносящие мозг пиковые значения цены, а потом не менее внушительный откат, я очень надеюсь, что это поможет биткоину приобрести еще большее признание, благодаря тому, что он будет быстрым, дешевым и будет использоваться для того, ради чего был создан. Безусловно, все это не произойдет за один день и наверняка нам понадобятся долгие годы, чтобы стать очевидцами такой революции. Но я остаюсь здесь до этих времен. А вы? Пишите свои мысли по этому поводу в комментариях. Ставьте лайки, если в этом видео вы узнали что-то полезное или интересное. А также подписывайтесь на канал, телеграм, группу вконтакте, делитесь видео с друзьями, не забывайте о нашем мониторинге обменников XChangeSumo. Все ссылочки будут в описании. И конечно же, обязательно богатите. Меня зовут Богатейший Ди. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok